Срочно выполню ваш заказ по созданию сайта. Моя специализация – Joomla и WordPress. Конструктор страниц Gridbox на Joomla 4, конструктор магазинов, конструктор блогов обновился. И в новой версии Gridbox у нас появилась возможность настраивать письма, email, уведомления по разным параметрам. Например, человек с вашего магазина купил продукт. Письмо ушло покупателю о том, что покупку он совершил. Письмо ушло администратору магазина, что совершил новый заказ. И подобного рода письма теперь мы можем каждому письму назначить свой дизайн. Теперь это все структурировано. Меня зовут Федор Васильев, и давайте посмотрим на это обновление. Посмотрим нововведение на моем демо-сайте. У вас должна быть версия, вот здесь вы можете посмотреть на момент записи, актуальная, последняя версия Gridbox. Это 2, 12, 8. И вот как раз с этой версией мы можем перейти, посмотреть настройки магазин. Настройки. И здесь у нас есть вкладка теперь email, уведомления. Видим наши письма. Конечно, их нужно привести в порядок. Вот эти все заголовки перевести на русский язык. Видим, что вот эти 2 письма будут приходить администратору сайта. Видим admin, admin. Вот эти 3 это для клиентов письма предназначены. Понятно здесь вот new order, это новый заказ. Редактировать письма можно удалять, например, но системные удалять мы не можем. Можем менять местами, зажав левую кнопку мыши вот за эти точки. Сортировка. И, естественно, самое важное, зайти внутрь. Вот здесь меняем на русский. Кто получает письмо? Ну, это письмо предназначено администратору, судя по самому содержанию письма, а именно динамическим этим тегом order details, которые там приходят и другие параметры. Именно цвет письма. Email. Здесь у меня уже email указан. Если вы здесь вписываете email администратора, не забудьте нажать enter, чтобы оно именно вот здесь показалось. В поле email здесь можно добавить теги. Разбиты они по козе горам all. Это все теги. Внизу вы можете увидеть теги и название. То есть название магазина, чтобы подставлялось под заголовок, это вот такая переменная. Просто по нему кликайте, будет название магазина подставляться. Следующий можете тег. Так как это письмо придет мне, администратору магазина, то мне здесь будет важно видеть номер заказа, заголовки. Название мне здесь не нужно магазина. И вот тут большое количество разных параметров можете добавить. Например, мне важно, это вот новый заказ, заголовок, статус. То есть это будет желтый еще пока статус не определен. Email администратора я свой указал. Номер заказа будет в письме. Здесь вы можете вот так вот кликнуть и менять уже само письмо. Но да, здесь нету пока что такого инструмента, чтобы мы могли просто менять дизайн самого письма. Как конструктор, да? Ну вы можете перейти в источник. Если вы хотя бы немножко знаете CSS, то цвета там, эти все моменты можно поменять. Там вместо синего, там цвет вашего магазина, да? И так далее. Это все можно поменять. Скажем, вот у меня есть программа пипетка. Я хочу получить, например, код цвета. Вот я получаю код цвета. И наглядно хотя бы покажу на примере вот этой синей плашки, да? Чтобы дальше вы уже могли даже самостоятельно в принципе поменять цвета. То есть это письмо HTML, как оно будет выглядеть прямо в письме для администратора. И также письма дизайн можно будет поправить еще вашим клиентам. Другие письма, да? Но по аналогии все делается одинаково. Например, вот эта строчка, видите, background, это заливка. А вот это у нас код цвета. Я его удаляю аккуратненько, решетку оставляю, точка, запятую оставляю, меняю. Видите, вместо синего поменял серый. Но тут надо учесть тот факт, что текст уже не читается, да? И я немножко взял не тот пример цвета. Вот я поменял, например, пример цвета. Вот эта плашка будет у меня оранжевого цвета. Представим, что у меня магазин такой оранжевый. Детально здесь я не буду останавливаться. Я это рассказывал и в своих других уроках, и в своем курсе по настройке данного письма. Здесь надо не забыть нажать на галочку, чтобы применились данные. Это мы настроили лишь одно письмо, которое будет приходить именно новый заказ. По аналогии вам нужно зайти, переименовать заголовок на русский чисто для себя, чтобы понимать. Видите, дизайн-то здесь синий. Для каждого письма нужно будет дизайн свой менять. Помимо редактирования существующих вот этих вот заготовленных писем, здесь есть такой плюсик. По плюсу можно добавить какое-то еще одно письмо с заголовком, кому будет приходить администратору, клиенту, цвет, email, email от кого. Дальше динамические теги и настройка самого письма. И не забудьте после всех манипуляций вот здесь нажать на галочку «Сохранить все изменения». Информация для тех, кто хочет освоить конструктор страниц Gridbox на высшем уровне, узнать все детали и тонкости. Для вас я специально приготовил пошаговый видеокурс. Здесь сейчас увидите информацию. Лендинг пейдж на лету 2.0. А также и другие продукты, полезные от компании Belbo, например, это конструктор форм. Для построения лид-формы, для сбора заявок тоже очень важная тема технологии Drop&Drop. Все очень быстро, красиво, можно очень сложные формы настроить, калькулятор, услуг и так далее. Для этого я подготовил вот здесь вот информация, курс по формам. И, конечно же, я хочу, чтобы вы сэкономили на приобретении данных веб-инструментов. Я предлагаю уникальный, бессрочный промокод с 50% скидкой на приобретение всех продуктов от компании Belbo. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok